Сегодня 10 ноября, выходной день. Ну, так сложилась уже традиция, несмотря выходной или не выходной. В этот день собираются ветераны милиции, чтобы помянуть и отдать дань уважения своим соратникам, погибших на боевом посту. В этот день мы выезжаем на кладбище, к могилкам своих боевых товарищей и отдаем дань уважения им в этот день по старой традиции. Севастополь Василий Федорович Сатур прибыл к нам в город Севастополь на работу в милиции из города Кривого Рога. Где он работал начальником райотдела милиции. Мы его сюда пригласили. Я в то время работал заместителем начальника УВД города. Пригласили его сюда к нам, значит, на должность начальника Ленинского рода. Он прибыл, посмотрел, дал свое согласие и приступил к исполнению обязанностей начальника Ленинского рода. Где проработал до конца своих дней. Значит, ушел он из жизни, находясь при исполнении служебных обязанностей. То есть, по болезни. Работал исключительно добросовестно. За короткое время завоевал в городе авторитет. Не только у своих подчиненных, но и у населения района. В то время у руководителей партийно-советских органов, как мы говорили. Значит, был очень человек твердый, знающий, профессионал своего дела. Спасибо. Теперь фамилия, имя, отчество и свое должность. В то время я работал заместитель начальника УВД города Севастополя, полковник милиции Денис Сергей Васильевич. Денис Сергей Васильевич. Да. Денис Сергей Васильевич. Денис Сергей Васильевич. Денис Сергей Васильевич. Денис Сергей Васильевич. по 79-й. Для многих из нас он был и отцом, и учителем, и другом. Думаю, что светлая память об этом человеке останется в нашей памяти навсегда, потому что то, что он сделал для Севастополя, особенно послевоенные годы, наверное, останется всегда неизгладимым, потому что этот человек своим авторитетом, порядочностью, честностью научил нас молодых работников милиции в свое время уважать свой труд, уважать людей и быть такими, как он. Хотя бы стремиться быть такими, как он. Севастополя Редкакашин Петр Андреевич по существу родился милиционером в Севастополе. После окончания средней специальной школы милиции, он работал в уголовном розыске, оперативным работником. Впоследствии стал работать начальником уголовного розыска на Химовском РОВД. После этого был переведен на службу в Ленинске РОВД заместителем начальника РОВД. И потом за соответствующие достижения по службе, значит, по своим деловым качествам был, значит, поставлен на должность начальника РОВД. На этом постом поработал много лет. Зывал огромный авторитет в городе у всего населения, особенно население района Ленинского. Тогда Ленинский район простирался до бухты Камышова, Гагаринского района не было. Мне с ним приходилось по службе, как говорится, контактировать как начальнику Балаклавского РОВД в то время. И мы с ним всегда вместе ездили и на совещания, делились по работе мнениями, как говорится, взаимодействовали не на бумаге, а на деле. Значит, он работник был преданный, профессионал высокий. любили его подчиненные, любили его люди. И погиб он на службе, будучи за баранкой автомашины, ехал на встречу с населением Камышовской бухты и не доехал. Скользкая дорога, перевернулась машина, и он ушел из жизни. Его оплакивал весь город. И память о нем до сих пор хранится в сердцах его подчиненных, которые сейчас служат в Ленинском РОВД, и всех нас, которые мы его знали. СМЕХ Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok